Всем привет дорогие друзья! Рад приветствовать вас в новой второй части по ВАЗ-2110, которую я приобрел за 90 тысяч рублей. И в сегодняшней серии мы с вами будем стараться поднять эту самую десятку с колен, заниматься ее бытовыми техническими неисправностями, которые были выявлены в первой серии. Если не смотрели первую серию, где я показывал свою покупку, обязательно посмотрите, чтобы понимать с чем мы сегодня имеем дело. Я только что приехал с автомагазина, вот ламу всякого уже накупил, сейчас пойдем это все распаковывать. И также есть определенные плохие новости, но давайте обо всем по порядку. Вот такой короб воздушного фильтра, полторы тысячи рублей, абсолютно новый воздушный фильтр идет уже в комплекте. Напоминаю, у нас здесь стоит спортивный в кавычках нулевик, надо это гадство убрать и поставить вот такой вот стоковый. Полторы тысячи рублей вместе с фильтром. Взял также литряс масла, 1040 это, такое самое недорогое лукоиловское разливное. И вот тут в пакетике некоторые деталюшки. Масляный фильтр, взял два регулятора холостого хода, у них разные носики. У одного узкий носик, у другого большой носик. Я не смог сказать какой у меня, и один я верну в магазин, как только поставлю. То есть сейчас снимем мой, сравним с вот этими двумя, и один ненужный вернем в магазин. Вот, надо сразу поставить, чтобы не забыть. Это крышка бензобака. В прошлой серии я столько говна поел с этой крышкой бензобака с замком, который рассыпался и развалился. Все, теперь обычная, классическая, без замка. И последняя на сегодня, немаловажная, это датчик температуры, который на ЭБУ идет. И который отвечает за то, чтобы ЭБУ, мозги другими словами, знали какая сейчас температура двигателя. Он у нас неисправен, надо его менять. На все вот это хозяйство, вместе с воздушным фильтром, с маслом, потратил 3900 рублей. Что вполне демократично. Я уже, честно говоря, отвык от таких ценников. Столько всего набрал, и на такую скромную сумму. Сейчас это пока все уберу, и покажу вам, чем я тут занимался за кадром, что я уже успел за кадром сделать. Мне тут лихо было, я камеру забыл на даче, но я тут чуть-чуть кое-чем-то занялся. Вот здесь поклеил скотч металлический. Это для техосмотра обязательно, потому что гнили никакой открытой на автомобиле, на кузове быть не должно для фотографирования. Убрал ладью криво наклеенную на двухсторонний скотч. Решетка сейчас без ладьи у нас. Поставил музыку. В принципе, прибрался в салоне, навел порядочек. Вот, все повыкидывал отсюда, все, что здесь валялось. Теперь Кен, вот магнитола стоит. Мне кто-то задаривал когда-то тысячу лет назад. Колонки подключил, все, музыка теперь есть в машине. Снова лето ушло, будто все обосрало. Жалко он без дисков. Флешка, AUX, блютуза нет. Но я вставлю адаптер сюда, который вставляется в USB, в AUX, и в магнитоле появляется блютуз. В общем, вот такими мелочами занимался. Музыку подключил. Снимать это, естественно, не стал, но кому это будет интересно, как я там опять в этой кипе проводки там разбираюсь и проводочки склеиваю. Также поставил абсолютно новые упоры капота. Догадайтесь, откуда они у меня. Это с того двинаря, который мы с вами зимой пилили, разбирали, на запчасти продавали по запчастям. Это с него. Сейчас буду снимать вот эту всю похабщину. Вот это надо снимать. Фильтр надо снимать. Кронштейн вот этот надо снимать колхозный. Болты все вот эти надо снимать. И вот он у нас датчик температуры, который не работает. В общем, план действий достаточно простой. Ничего здесь сложного нету. Сейчас откручу датчик. Откручу вот эту вот херобору. И, наверное, вернусь к вам. Восемька ультра HD глянцевый. Ты помнишь, как зимой с братвой по паддикам ходили, всякую дрянь курили, бывало пиво пили. В кармане ноль, но есть друзья, размутим пару сотен. Ночью пешком до круглосутки, ноги не морозим. Всю жизнь провел в поселке, меня он воспитал. По гаражам, квартирам бухал, курил, гулял. И не нужны нам были бары, клубы, дискотеки. Два ягуара, а баллон не рассыпной в пакете. Те беззаботные года, юности пора. Я думал, будет так всегда, разъезды города. Но все мы рано или поздно с вами повзрослеем. С улыбкой будем вспоминать веселое то время. Те беззаботные года, юности пора. Думал, не повзрослею, и будет так всегда. Прошло уже 15 лет, я старый стал, как дед. Теперь сижу у микрофона, вам читаю рэп. Кто так же на поселке жил, поймет мои текста. Озеры, лес, природа, в общем красота. Пивасик ночью под луной, а поутру домой. На время даже не смотрели, насик под губой. Два коробка по 200, и резко стало весело. За гаражами разделяем наши интересы. Но кто-то виски притащил, вот это будет месиво. Давай быстрей, братуха, распиваем вместе. Те беззаботные года, юности пора. Где пиво по 15, а кент по 42. Но все мы рано или поздно с вами взрослеем. С улыбкой будем вспоминать веселое то время. Ну что, теперь куда приятнее смотреть. Родной фильтр вернул на место. Датчик температуры поменял, регулятор холостого хода поменял. Пока что на одну стяжку только поставил фильтр. Не закрепил до конца, потому что в ГАИ на сверке номера двигателя надо фильтр вверх поднимать. Надо будет не забыть, самое главное взять с собой кусачки. Ну или какой-нибудь такой инструмент ножичек. Потому что на сверке 100% заставит. У нас сейчас что-то жестко вообще до этого докапывается. Номера моторов везде смотрят. Ладно, давайте пробовать запускать. Плюс надо откалиброваться. Регулятор у холостого еще, он сразу не заработает. Вот сейчас он откалибруется. Да, он откалиброваться ему надо было, все. Вот он откалибровался, ребят. Все, все, все. Что-то я уже автоваз забыл, если честно. Теперь у нас есть холостой ход. Да ну нафиг, я не верю в это. Датчик температуры починили еще. Ой, датчик бензина заработал еще в прошлой серии. Холостой ход у нас появился. Спидометр и так работал. Так, теперь надо дождаться, пока автомобиль прогреется. Потому что раньше не срабатывал вентилятор. ЭБУ не видела температуру двигателя. И не давала сигнал на реле вентилятора, для того, чтобы он включался, соответственно. Хорошо, она хоть не дымит, не коптит и не воняет. Сейчас я воротину открою, и можно здесь находиться будет. Все нормально работает. Тряски никакой больше нет. Но я и говорил, она и до этого не троила. То есть не было такого, что у нее какой-то цилиндр не работает. У нее вот исключительно была проблема с регулятором. То есть мотор неровно работал. Он немного как-то брякал, да, вот. Если можно так сказать. Сейчас заодно и маслица поменяем с вами. Раз уж мотор будем прогревать до рабочей температуры, сразу и масло зальем туда новое. Блин, ну как он хорошо работает, да? Смотрите. Вот эти восьмиклапанные моторы, это лучшее, что АвтоВАЗ сделал. Сколько у меня их было, безотказная техника. Единственный минус то, что гидрокомпенсаторов нет, и то, что надо регулировать клапана на нем. Это вот единственный минус этих автомобилей. Ну, вернее, этого двигателя, извиняюсь. Каких автомобилей? Чек пока никакой не выбило. Это очень хорошо. Раньше, через 20 секунд, после запуска, выбивало чек сразу же. Ну, соответственно, проблемы были с этими вонючими регулятором, датчиком. Да, песня просто. Обожаю восьмиклапанные моторы. Так, он у нас уже на 70 градусов прогрелся. Сейчас в ожидании, когда выйдет к 90 на эту температуру. Уже приближаемся к отметке срабатывания вентилятора. Даниил в гости заехал. Тихий огонек Даниила Владимирович Черепной. Давно не виделись. Hello, привет. Он по запаху тазов приходит. Увидел, что я щиток поменял, сразу приехал. Да, 50 щиток. На этот не отдам тебе. На какой он температуре-то включается? Все, у меня уже 110. И не включается вертушка. Как это называется? С датчика снимаешь и работает. Вот сейчас, ну-ка. Сейчас я сниму с датчика. Вот, и он сразу включился, видишь? А я откуда знаю, в чем проблема. Сам вентилятор исправен. Почему ЭБУ не дает сигнал на его запитку, я не понимаю. То есть ЭБУ не дает сигнал на срабатывание вертушки почему-то. А предохранитель? Он бы тогда не включался. Вентилятор. Вентилятор включается. Ты чем слушаешь? А, видишь? Не знаю, что он включает, а в чем у тебя-то, сука, не срабатывает. Вопрос хороший. Вопрос открытый. Так, ребята, вентилятор включился. Проблема в бачке. Бачок не держит давляк нормально. Проблема в бачке в этом. По-хорошему надо бачок менять. Вот здесь подтравливает. Подтравливает. Вот, вентилятор сработал. Все, охлаждает автомобиль. Вертушка заработала. Что там бачок? А он пустой уже. Короче, надо бачок новый. Новый бачок нужен сюда. Так, ну что, друзья? Вертушка работает холостой. Есть температура, есть все, есть. Я заменил массу. Массу на кузов новую сделал. И поменял саму массовую клемму. И здесь отрезал массу, зачистил. Она была вся зеленой. Вот. Теперь у нас нормальная масса. Нормальная масса на кузов. Фары, датчики. Фары ярче даже начали светить. Сразу же моментально. Потому что фары берут массу с кузова. А масса на кузове была отвратительная. Да и масса на мотор, честно сказать, тоже была отвратительная. Короче, масса есть. Плюс ремонта не требует. Он в нормальном состоянии. Осталось заменить масло. Чтобы взбодрить эту старуху. Я не знаю, когда его меняли. Сейчас зальем. Хрен с ним, что это самый дешевый разливной лукоил. Но это будет явно лучше той бодяги, что залито туда сейчас. Там вместо масла просто деготь какой-то. Черный, черный деготь. Какой кринжовый ремонт кузовни здесь был сделан. Смотрите. На старые гнилые полы. На старые гнилые полы кто-то приклепал и приделал на саморезы новые полы. Вот, видите? Вот они клепки. Вот они саморезы. Короче, прям по старому металлу. О, пена монтажная. Пена монтажная. Это мне нравится. В лонжероне монтажная пена. Смотрите. Вот она монтажная пена в лонжероне. А, вот и трещина лонжерона. Вот она. Ну, это такое. Это не смертельно. Я сейчас больше рафлирую. Машина за такие бабки, ребят. Поэтому глупо здесь от нее ожидать идеального кузова. Тем более, она 98-й год. Она свое уже отходила. Короче, зачем-то замонтажили монтажной пеной лонж. Вот этот лонж все покинул чат. Ой, бляда. В случае ДТП сложится она как карточный домик. Здесь картина такая же. Только здесь помимо клепок использовали еще сварку какую-то армянскую. Вот. Клепки, саморезы и армянская сварка вместе с монтажной пеной. Ну, давайте будем честны. Я здесь не ожидал увидеть чего-то более такого. Ну, более лучшего, да. Хорошо, что здесь хоть что-то присутствует. А не как, помните? Девятку черную. Которую в 22-м году за 10 тысяч покупали. Там вообще ничего не было. В прямом смысле. Так, стакан тоже пошел по низам уже. Лонжероны тоже пиздец все пошли уже. Ну, а что делать? Так, я не понял. А здесь, сука, блядь, здесь сливная пробка масла, шестигранник. Ёб твою мать. И еще проблема, смотрите. Откуда-то с коробки сечет. Непонятно. То ли с датчика вот этого задней скорости. Вот датчик задней скорости. Смотрите, какая тут шуба масла. То есть льется уже не первый год. Вот такая херня с коробкой. Откуда-то по коробке течет. Прям вот по этому стыку, что ли. Ну, тут, короче, не разберешь. Потому что она вся уже. Когда едешь, она все закидывает маслом. Хотя здесь вот прям капли капают. Ну, ладно. Надо долить просто масло. Здесь починить это нереально. Кроме как снять коробку полностью. Ее располовинить, разобрать и переуплотнить. Нахуй оно надо. Просто залить туда масло. Да и бог с ним, правильно? Ебать того, рот, блядь. Когда сюда последний раз лазили? Чтобы заменить масло. Даже интересно. Она сбрыгнила уже к этому поддону. Ебануться можно. Ебать. Мазут просто. Нефть. Настроение я себе немножечко подпортил. Тем, что я вниз залез. Увидел всю эту монтажную пену. Армянскую сварку и так далее. Бля, ну что хотеть? 90 тысяч рублей. Типа дешевле. Ну, просто не существует. Поэтому вот такие нюансы. Так что не будем сюда ничего вкладывать. Прямо каких-то глобальных. А то я там уже разогнался. Капот купить. Двери купить. Перекрасить ее. Все вот это сделать. Салон переделать. Think about this. Стекай, грязюка. Ой, бля. Ну-ка, ну-ка. Вонь такая от него, знаете. Вот как горелая тухлятина какая-то. Как будто ногти. Вот кто когда-нибудь поджигал какие-то органические. И там вот вещи типа ногтей. Вот у масла запах именно такой. Гадкий просто. Бля. До ужаса. Самое главное, что мотор в ней хорошо работает. Коробка работает хорошо. Все передачи есть. Ничего не вылетает. Ничего не трещит. Не хрустит и тому подобное. Просто я сам себя сейчас успокаиваю. Ну, кузов, да. Кузов проблема. Ну, а что хотеть? Главное это техника. Вот технику мы сейчас всю закроем. Чтобы эта машина ездила так. Чтобы она не подвела ни в какой дальней дороге, например. Да и сколько я себя вспоминаю. У меня девятка была. Моя десятка 98-го года. На которой я 8 лет назад ездил. Она была в более худшем состоянии. У нее вообще ни за дверей не было. Порогов не было. Они выпали прям вот так пороги у меня. Ну, я их там мастикой замазал, чтобы не видно было. То же самое у меня трещины. Прям на чашках были. Вот тут. Вот тут. Здесь, конечно, лучше на этой машине не показывать такого. Чтобы у нее это не случилось. Но я к тому, что здесь еще стаканы хоть более-менее. Балка там тоже нормальная. Во всем надо искать свои плюсы, правильно? Масло, масло, ты куда ушло? Где ты дырочку в движке нашло? О, ладно. Вроде здесь раньше уровень был. Ну, что значит раньше? Я имею в виду, что я проверял. До этого был уровень. Ну, пусть грязного, черного масла. Но уровень. Значит, оно не бежало именно с мотора. Поддон тоже сухой весь. Ну, сука. Так, пошли прокачаем масляный фильтр. Мотор надо провернуть. Потом повторно надо уровень проверить будет. Повторно проверяю уровень. При необходимости доливаю масло. И будем выкатываться, выезжать. Я в ближайшие дни буду ездить на этом автомобиле. И также мне надо на нем ехать буквально завтра-послезавтра на прохождение техосмотра. Все вот это вот. По максимуму все лампочки, все габариты. Я здесь все починил. Каждая лампа, каждый габаритик горит. Даже задние противотуманки стали работать. Короче, вот всю вот эту иллюминацию я делал для прохождения ТО. И в начале серии я вам обещал рассказать и грустные новости. Грустная новость в том, что бывший хозяин этой машины, дедушка, который ей владел, все-таки снял эту тачку с учета. И сейчас я езжу на ней на законных основаниях. У меня есть второй договор купли-продажи. Я ее действительно купил не так давно. У меня есть ОСАГО. У меня есть все необходимые бумаги. Но все равно это портит, так скажем, передвижение. Мешает передвижению. Далеко на этой тачке ездить не стоит. В Москву тем более. Лучше на снятый с учета не соваться. Здесь только по району. До дачи, по деревне и так далее. Ну и к тому, что вот плохая новость в том, что автомобиль снят с учета. И при любом раскладе, хочу я этого или не хочу, мне придется сейчас проходить ТО и ехать записываться в МРЭО. Ставить ее на себя на учет, проходить сверку и так далее. Смотрим уровень масла в коробке. Вы хоть что-то нащупе видите? Сука, блядь. Короче, не зря она там вся мокрая по жопе. Так, что у меня есть из масла коробочного? Так, возьмем воронку, наверное. Сейчас посмотрим, какое там отверстие. Короче, коробка требует того, чтобы ее сняли. И как минимум, как минимум, переуплотнили. Коробочное масло у меня есть. Это еще от F30 осталось. То, что мы с Колей лили. Сейчас залью, походит, я думаю. Какое-то время хватит. Сколько лить, правда, не знаю. Все, залил, середина между минимумом и максимумом. Ну, ровно середина. Кто-то может задать резонный вопрос. Каково это тебе прыгать с крузака на десятку? А я скажу, что в некотором смысле это даже полезно. И со стороны финансовых потерь и финансовых затрат десятка выгоднее. Объясню. Мне на крузаке съездить туда-обратно на дачу и в город, ну, я часто мотаюсь раз в пару дней точно, стоит 800 рублей. Я засекал бак, я заливал до полного, доезжал до города, доезжал обратно на дачу. То есть с дачи до города, из города на дачу. Потом опять на той же заправке заправлялся до полного. 800, там 60, 820 рублей. Мне стоит туда-обратно скататься. Жрет крузак, напоминаю, 20-25 литров. Если я въебываюсь в пробке, которая очень часто на Горьковке, то и все 28 литров. Ладно, пиздеть, не мешки ворочать. Давай-давай, заводимся. От сцепления уже отвык. Что такое сцепление? Тачка еще на этом пососном занижении, на СС-20, блядь, она у меня здесь цепляет поребрик вот этот. И я, короче, не могу вот этот поребрик преодолеть, она бьется лонжеронами вот этими. И без того сгнившими, я вот думаю, как выехать сейчас, чтобы не задеть эти сгнившие лонжероны, блядские. Сейчас он у меня в салон уйдет, просто лонжерон, пока он еще держится. Так, вроде... Ой, блядь, шкребанул лонжерон, сука. Короче, еще раз 5-10 заехать в гараж на ней, и вот этот лонжерон у меня в салоне окажется, блядский. Ой, пиздец. Ладно, пересаживаемся на вас, пока буду на тазике двигаться в пизду. За бензин заебался, блядь, кормить эту лошадь. Крузак-то всем хорош, кроме расхода своего. Так, работает вроде ровно, ничего не троит, не пердит. Чек, 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 чек. Чек тоже не горит. Вот, ой, чек меня замучил, короче. Еще плюс проблема прочитать эту машину. У нее январь 5.1 с протоколом вот этот, который не поддерживает OBD-2. Плюсом здесь нет же OBD-шки привычной, сейчас я вам покажу. Здесь вот такой переходник нужен, перепиновщик так называемый. Вот переходник, который в нем все перепинано уже, перепиновано в нем все уже. Вот он, переходничок, и вот ELM-ка. С правильным протоколом еще ELM-ка нужна. Вот эти ELM-1.7, как они там? Они не читают эту машину. Они не понимают, что у нее за тип ЭБУ и, короче, ну, борода. Подключаешь, само устройство подключается, но связь с ЭБУ-контроллером найти не может. Так и пишет. Не удалось связаться с контроллером ЭБУ, с блоком ЕКУ, управления двигателем. В общем, этот январь 98-го года прочитать та еще жопа. Ну, потому что машина старая. Это уже в поздних двенашках, десятках, там уже обычное OBD, там все эти протоколы стандартизированы. То есть любым свистком с Алиэкспресса 150 рублей подключаешься и читаешь. А эту машину, чтобы прочитать, ну, я поломал голову, назовем это так. Ладно, сейчас музло подрублю. Bluetooth соединится. Я Bluetooth уже сделал, все. AUX включается. Открываем Bluetooth. Включаем так, где моя музыка. Ну, все мы рано или поздно с вами взрослеем. То так же мы в поселке жил, поймет мои текста. Озера, лес, природа, в общем красота. Где беззаботные года, внести пара. Где пиво по 15, а кент по 42. Но все тази на природе, на поляне, у забора как сапоги. Все вы, девочки, такие симпатичные. Я вижу тебя и начинаю кончать хитрыми. А вы такие хитрые, куда мы не хочем. Тут ваши два лишь гости, таки я не будь короче. Я тебя никому не отдам. Моя подруга, бэби, моя мадам. Я выеду за тобою, увезу тебя с собою. Ты мой вероятный, попая наркома. Коробка перестала, кстати, гудеть. Вибраций меньше стало. Масла вообще не было. Я, блядь, без масла проехал километров 60 до этого. Ладно, сейчас хоть масло на уровне, так что, думаю, ничего не отрыгнет. Надеюсь, там не потерло все эти синхронизаторы за время, пока я без масла и Камол без масла ездил на ней. Хотел на море, но тут море не тает. Ну, доехал нормально, с комфортом, в тепле не подвела, красавица. Все all right, нормально. Хорошая тачка все-таки. Как давно я на Тазах не ездил, с 2021 года. Три года, только вдумайтесь. Пролетело просто как два дня. И вот я снова на автовазе. Доброе утро, пацаны. Время 8 утра. По идее, это то время, когда я должен ложиться спать. Но дело в том, что сегодня я не спал. Но я, конечно, и так до этого 14 часов проспал. Со вчера на сегодня, скажем так. Уже с позавчера на вчера. В общем, мне поступил звоночек из пункта техосмотра, что меня готово принять прямо сейчас. То есть, вот сейчас я прямо на фоксе, все заряжено. Мне надо кофеек быстро выпить и уже выезжать в Щелково. Видит бог. Я хотел техосмотр пройти полностью своими силами, если вы понимаете, о чем я говорю. Но слишком много нюансов у этого автомобиля. Коррозия сквозная. Плюсом отсутствие днища, как вы это видели. Но что я вам тут рассказываю? Вы все в гараже видели, когда мы в яму опустились? Все-таки тачка оставляет желать лучшего. Поэтому пока все на фоксе, я спешу сейчас в Щелково. Сейчас кофе выпью, покурю здесь, посижу и будем выезжать. Надо оформить уже диагностическую карту. И сегодня же, как только у меня будет на руках диагностическая карта, полис ОСАГО у меня уже есть. Надо записываться в ГАИ, оплачивать госпошлины. Всю фигню. И смотреть, когда на ближайшие дни есть запись. Потому что без учета ездить не вариант. Ну и мои планы на эту машину, в них теперь входит постановка на учет. Потому что эта машина тогда уже должна принадлежать мне. Обо всем узнаете позже. Либо в конце сегодняшней серии, о моих планах на эту тачку. Либо уже в следующей серии. Хотя я не знаю, какой с ней контент выжимать. Я сильно расстроился из-за состояния днища и варить ее... Ну, блядь, у нее лонжероны запенены все. И в стаканах там... Ой, пизду. Короче, это как называется? Мышиный труд или... Ну, это бред вообще абсолютно ее варить. Ее можно здесь прямо на участке попилить. На бок положить на распорке. И навсегда оставить. Это, наверное, единственное будет ее... Ну, логическое завершение этого проекта, если я начну ее варить. Пока она ездит, пока по технике заебатая, надо ездить и весь ее ресурс выкатывать. Ну, ладно, сейчас пью кофе. Мне еще в Боксбери надо заехать, посылки отправить, на Почту России заехать. Это остатки финальные уезжают ребятам с розыгрышей. Это там и вонючки, и диски всякое разное. Мы все отправили. Работали сколько там? Ну, пять дней мы работали подряд, чтобы все отправить. По 600 где-то штук. За 8 часов мы успевали оформить. Ладно, все, давайте, сейчас будем выезжать. Ну что, часов 12 стояло. Сейчас посмотрим, заведется, не заведется. Салон здесь, конечно, кайфовый. Я про сидение вот эти. Велюр просто божественный. Жалко потом на автовазе отказались от таких салонов премиальных. Ну, завелась. Холостой есть, чеков нет. Так, все, гниль закрыта, самая основная, которая в глаза бросается. Ничего такого больше нет. Что бы могло не допустить прохождение того плядь. Не смотрите. Вот это, конечно, косяк пизда. Я просто тут узнал. Вот эта хуятина стоит 1100 рублей. Вот этот квадрат правый стоит 1200 рублей. То есть, это, видите, уже 2300 минимум. Но это если по чесноку все делать. Вы понимаете, о чем я думаю. Вам не надо тут договаривать. Это вот только начало. Тут еще есть множество нюансов. Ну, про одной пороги даже молчим. Мне на всех ТОхах, я обзванивал, там писал. Я уже много дней этим занимаюсь. Мне просто сразу отказывают, как только я кидаю фотографии этой машины. А некоторые отказывают, как только я говорю, что за маркой модели. Какой год выпуска. То, что это ВАЗ-210-02 98 года. Все сразу, о, ясно, ребят, поищите кого-нибудь других. Не, 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 мы такую не будем делать ТО. И так далее, и тому подобное. Ну, что, друзья, все, талон ТО получил. Все равно, даже так он, короче, до фонарей докопался до задних. Ну, потому что оно бросается в глаза, особенно этот отражатель огромный, который весь полопавшийся. Ну, все, теперь ТО есть, ОСАГО есть, все есть. Осталось лишь выбить талончик теперь на госуслугах, и все. И машина будет на меня зарегистрирована. Ну, и сверку пройти. У меня ВИН-номер тут немножечко такой, скорозировавший. Ну, думаю, ничего страшного в этом нет. Все-таки машине столько лет, ну, должны понимать, как бы, сотрудники, что, естественно, она не может быть в состоянии нового автомобиля. Все, еду обратно на дачку. Сейчас магазин надо заехать, чуть пожрать взять. Ехать мне 27 минут, кажется. Что ж, все. Сейчас приедем на дачу. И будем пробовать выбить талончик на ближайшие дни. Сейчас поедем на сверку в ГИБДД. У меня полчаса осталось для закрытия ГИБДД. Я записался на 4 число. Но сверку можно заранее пройти. Номер двигателя я отмыл. ВИН-номер отмыл. В багажнике ВИН отмыл. Сейчас поедем на сверку. Мотор совпадает здесь. Проблем с этим не должно быть. То есть номер двигателя тот, который был с завода здесь, в ПТС. Мотор у нее родной. Все ВИНы читаемы. Нигде ничего не сгнило. Никакой коррозии и сквозной на ВИН-номерах нет. То есть все номерное у нее нормально. Так что я думаю, сейчас пройдем. Главное, чтобы там очереди километровой не было. И пока тачка греется. Пойдемте покажу вам, чем я занимаюсь в доме. Все-таки немного дачной тематики мы засунем в ролик. Я понимаю, что я задолбал вас всех с этой дачи. Смотрите, что у меня здесь сейчас. Чем мы будем заниматься. Пробовать, по крайней мере. Пробурили бетон. 25 сантиметров бетона. Сделали сотые отверстия. Там земля. Вот, землю уже выкопали. Короче, здесь просверлились. И хотим, я уже заказал, будем сюда вбивать скважину. Пробовать, по крайней мере, вбить сюда скважину. Если не оборвет, не дай бог, штанги, то, возможно, получится сделать скважину. Ну, скважина будет простая, которую вбиваешь руками. Сначала сверлишь лунку. Потом буром достаешь землю. И потом вбиваешь скважину. То есть, вот так вот. Отсюда штанги будут подаваться. Она будет вбиваться. Ну, и после этого будет ставиться насос. Станция будет... Скважина будет прокачиваться, и потом уже будет ставиться насосная станция, которая будет поднимать точно так же, как вот отопление. Где-то здесь будут расходиться коммуникации. Но это я, конечно, загадываю на будущее, но надеюсь, что так и получится. Трупов у меня для коммуникации много. Вот так вот вбиваются сюда вот эти вот штанги. Потом ставится насосная станция, от нее расходятся трубы, и уже в доме будет вода, какая-никакая. Понятно, что это будет техническая вода, пить ее ни в коем случае нельзя. Но попу помыть, яйца помыть, извините, уж за подробности, можно будет. Естественно, будет не хватать канализации, но это тоже дело времени. Так что вот такая вот история. Вот землю уже раскопали. Просто вам показываю, потому что читал сотни комментариев, что забей скважину, типа, хоть какую-то простую элементарную скважину забей, чтобы хоть какая-то вода была. Я это тоже знал, естественно. Вот попробуем. Если не сорвет штанги, если она там внутри не окажется, внизу похоронена, будет отлично. Просто я почитал уже, как люди вбивают эти железные трубы, и у многих, особенно если почва, например, начинается жесткая, то есть сначала идет мягкая почва, потом жесткая начинается почва, у многих срывают резьбы, лопаются трубы по местам стыков, и станция вместе с буром, ну не с буром, с вот этой херней, которая прокалывает почву как бы, она остается там похороненной. Надо рядом лунку сверлить вторую, и надо вторую скважину покупать. Весь комплект скважин, надо покупать новый. Надеюсь, такого со мной не произойдет. Здесь все забьется нормально. Ну, мы с вами практически вот на финальном уровне стоим. Может быть, номера хоть какие-то красивые выпадут, 550-е. Если на нее что-нибудь удастся получить, хотя бы зеркалки какие-нибудь, там, 202, 303, не знаю, 404, я их себе сниму, на другие машины имею в виду. Ну, посмотрим, загадывать глупо. Опять какое-нибудь дерьмо выпадет, над 481, блин, как на крузак. Я опять оформил получение номеров в частной организации, то есть мне 550-е снова выдадут. Я теперь эту тему прознал, как 550-е получать, теперь буду 550-е получать. Там много серий прикольных идет. Недавно из окна шла серия ВАА. Ну, выглядит прикольно. ВАА, особенно если с ноля начинается номер какой-нибудь. ВАА 015, вполне себе симпатичный номер. Еду до ГАИ, снимать там, наверное, не буду. Меня там и так все знают, палят то, что у меня камера. Ну, проверяют, как бы, знаешь, снимаю, я не снимаю. Увидимся. У-у-у-у-у, я буду наверху и шмаку ту-ту-ту и ту. Я все заполучу, я больше не хочу. Испытываю это чувство, когда в моем кармане было пусто. Попробуй меня на навкус. Ты выпьешь весь, весь мой модер, я наджусь. Еще немного и я... Это не рок, брат, не будь себе строк, как итог. Строки эти катят, как каток. В графике своем не наводил кипяток. Дракоток, как очень много дорог. И не все из них ведут обратно на блок. Дым под потолок, браток че-то взмок. Нажал еще на газ, еще че-то смог. Если не забуду, запишу тебе кружок. Дела не проебал, я их поставил на поток. Просто, бро, будь всегда верным псом. Все, осмотр пройден. Все номера правильные. Все отлично. Бумагу мне подписали. Теперь осталось дождаться очереди ГИБДД в саму. То есть, кто не понял, что я тут делаю. Я прошел саму сверку автомобиля. То есть, мой автомобиль допущен к регистрации. Ну, по крайней мере, по вводным данным. Все, у меня есть разрешение, что у меня все номера совпадают. Что у меня не изменялось ничего. Двигатель родной стоит на автомобиле. Но записан-то я только через 4 дня. Вот в этом проблема. Я не могу сейчас в окошко подойти и сказать. Ну, ребят, примите. Я так уже пытался делать. Не один раз. Я уже пытался. Подходил, говорю, ну, у меня через 3 дня запись. Ну, примите, пожалуйста. Хрен из 2, говорят. Нет, приходите, когда назначены. У нас, типа, без вас работы хватает здесь. Я их понимаю, не осуждаю. Все, поехали домой. Покатаюсь еще. Пару тысяч на ней проеду, чтобы убедиться, что машина в нормальном состоянии. Надо пару косарей на ней проехать. Чтоб, как с Жигулевским, у меня не вышло в дальнейшем. О, нифигасик, шестерка заряженная. Она 60-й шпатли. Как она на учет-то встала. О, боже. О, боже. Ее ПФ-кой, шуль, покрасили. Короче, я ближайшую неделю на этой десятке дальше езжу. Мне надо полностью страстет с ею строить. Узнать, насколько она хорошо едет. Пока вроде каких-то особых проблем не было. Но вдруг что-то всплывет. Такой небольшой телепортик в гараж. Решил доделать все насущное. Все, что я выявил за практически 800 километров, которые я на ней проехал. Еще выявились мелочи. И вот я решил сегодня их добить. Чтобы машина уже была точно по технике исправна. Снял уже номера. Кстати, все. Завтра меня ждут в ГИБДД. В общем, купил здесь вот такой наборчик. 500 рублей ремень генератора новый. Тот по трескам, который сейчас уже стоит. И надорван. Там уже вот эти канавки, которые идут, там надорваны. По бокам канавки. Ну, либо там шкивы уже царапают ремень из-за этого. Либо просто изношен сильно ремень. Я решил не рисковать. Мало ли, куда мне на этой десятке придется ехать. Вдаль, например. Вот. Нормальный ремень сразу взял. Далее взял вот эту крышку. Новая масляная крышка. Натяжитель генератора сразу новый взял. Потому что полезу в генератор. Вот эти натяжители постоянно вырывает. Кто хоть раз менял ремень генератора. Подтягивал, настраивал генератор на десятом семействе. На четырках, на девятках инжекторных. Вот эта вот херня, она сразу лопается, сразу ломается. Потому что она закисает, там водой постоянно закидывает это место. Вот, что-то сто рублей она, по-моему, стоила, да. Взял две бабушки на клапанную крышку. И саму прокладку клапанки новую. И здесь вот так вот, короче, обернуто, ну, я не знаю, тряпкой какой-то, да, чтобы не ссало. А по итогу эта тряпка в себя впитывает. И вот тут ручейком стекает прямо на свечу. Ну, вот видно даже этот ручеек, он вот здесь течет. То есть, вот этой вот тряпки, с этих бабкиных панталон, я не знаю, что сюда намотали. Вот, с них стекает прямо на головку. Нагревается и воняет, разумеется, масло. Далее, с самой клапанки, вот смотрите, ручей вот здесь, по этой стороне, просто ручей. И самое блядское сзади льется и попадает на выпуск. Вот тут вот по датчику стекает и воняет в салоне маслом горелым, что не есть хорошо. Ну что ж, сейчас генератор ослаблю, поменяю ремень, поменяю натяжитель ремня. Все это смажу здесь, ремень новый поставим. Ну и клапанную крышку надо снять, заодно заценим, что у нас там по движку, насколько большой нагар. Ну, если он есть вообще какой-либо. То есть, осталось вот прям совсем, вот чуть-чуть децел добить, чтобы она была в нормальном техническом состоянии, скажем так. Все, я занимаюсь. Сейчас, как только что-нибудь сделаю, вернусь к вам, покажу результат. Мутный драк чинул десятку, масло он в нее залил. Мотор протер, плафон покакал, да завод он микрофил. На десятке нет порогов, только это не беда. Мы запеним, там всю щель будет, снизу красота. Мутный, мутный, да завод, руки инструмент берет. Ну, а дальше, как всегда, все сломаем до конца. Мутный, мутный, да завод, он не знает слова стоп. Все прокладки поменяет, жигольный опять маслает. Насадочку починим, она будет просто класс. И потом поедем мощно под глубокий громкий бас. Бас, бас, хар-бас, бас, бас, хар-бас. Кто не с нами, пидорас? Ну что, снял старую прокладку, здесь все в герметике было. Старую прокладку взяли, не стали менять, просто герметиком насрали везде. Все, вроде зачистил, помыл. Нагара в моторе как такового нет, все достаточно чистенько. Это просто масло такого темного цвета. Все нормально. На ремень на генераторе тоже поменял, все поменял. Единственное, сука, генератор почему-то стоит криво, блядь. Вот прям видно, я думаю, вам сейчас видно. Генератор какого-то хуя стоит криво. И что с этим делать? То есть, площадка кривая. Вот, если вы внимательно посмотрите, вот эта площадка, она со смещением идет. И нет центровки по ремню. То есть, ремень всегда восьмеркой гуляет. Ебаный в рот, то есть, блин, а у меня площадки вот этой нет. Я посмотрел, они на заказ неделю, короче, вот эту площадку. Можно ее купить, но на Озоне там где-то 5-7 дней доставка. Короче, генератор чуть в криво работает. Не знаю, насколько он быстро сожрет ремень. Возможно, и старый ремень, где он валяется-то? Ну, где-то валяется, короче. Возможно, и старый ремень был новым не так давно. А вот он. Возможно, и старый ремень был не так давно новым, но его вот подрало боковинки, видите, подрало боковинки ему. Из-за несоосности, сука. Вот, скорее всего, в чем беда. То есть, этот ремень я пока оставлю, он не порванный. Вдруг где-нибудь на дороге встанет, ну, машина, начнется вот эта ебля с заменой ремня. Короче, соосности нет. Кривой кронштейн. Ну, бля, в тазах всегда так. Че уж тут. Я его сейчас послабил, чтобы уж сильно его не пережимало, назовем так. Как получилось, так получилось. Сейчас соберу клапанку обратно, еще чуть поиграюсь вот с этим вот регулировкой. Может быть, удастся его вывести хоть как-то в плоскость, чтобы он ремень не восьмерил, назовем так, чтобы он не терся, не затирался. Вот такие вот дела. С автовазом всегда так. Жигули опять маслает. Мотный, мотный, паза воду. Руки инструмент берет. Ну, а дальше, как всегда, все сломает до конца. Мотный, мотный, паза воду. Он не знает слова, что все прокладки поменяет. Шигули опять маслает. Мотный, 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 мотный. Шигули опять маслает. Мотный, 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 мотный. Кто не с нами, пидорас. Опять маслает. Кто не с нами, пидорас. так ну на сегодня все работы выполнил что там с ремнем ну более-менее уже не кипит хотя бы не горячий выставил как мог будущему хозу здесь будет чем заняться в любом случае вернул на место распорку единственное при следующей постановки на учет ее опять надо будет снять но выкидывать жалко плюс стаканы все-таки могут разъехаться если распорку не вернуть она здесь не зря стояла сами понимаете но все на сегодня у меня здесь все готово надеюсь масло больше давить с клапанки не будет очень на это надеюсь все на сегодня я закончил нам осталось с вами завтра съездить в гаи посмотреть какие номера выпадут на нее ну и повесить и уже с новыми номерами она помытая намытая с намытой машиной будем финалить сегодняшнее видео увидимся завтра в гаи вот вроде бы уже тысячный раз ставлю машину на учет и проглядел то что у меня подписи в птс нет подписи семенюка самое смешное кто смотрел максима шелкова историю помнит одну очень забавную там про семенюка была большая история и вот мне семенюк продал десятку а я что-то сам проглядел боже такой идиот комплект доков есть меня приняли с утра вместо вечера я записан на вечер но решил с утра приехать все равно не спал и короче час проебал по итогу просто там ни одного человека всем рэу свободно вообще никого нет ни души я был один у окна и вот так влип то есть я бы сейчас через полчаса уже уехал с госзнаками и ну и все а теперь час вот засек как еблан буду сидеть всего 7 минут высидела с часом вот такие глупости бывают всегда проверяйте вот это блять дело пяти секунд расписаться было а я взял проебал вал и теперь вот такие плоды пожинаем в общем ладно чем посмотрим что выпадет может быть это к лучшему может быть это свыше какой-то сигнал и вот я через часик зайду и мне выдадут номер а а а 001 лично для меня премиум ну что ребят как думаете какие номера мне выпали давайте скажите вот такая каловая масса а 896 в его 550 отстой полный отстой один раз жизни мне выпадали красивые номера бесплатно 099 очень давно 099 у меня будет знать 896 а в ой в пизду вот даже комментировать не хочу это если честно ну да ладно все машина на учет встала все по бумагам по докам все нормально как видели вы все хорошо теперь осталось доехать до гаража повесить на машину номера и будем финалить наконец-то сегодняшнюю серию я вам все расскажу какая у этой машины дальнейшая судьба для нас ганчета опасный афганский гаджет все покажет обо всем всем расскажет на коста кима 4k схемашек почитали рэп пока услышали даже в кашина среди пяти этаж нашим пацанам катила рэп не для продажи и фитов с биланом кима у меня на мира очень даже мило продавщицы мы теряться продавая в магазинах пиво номера на машине она полностью официально моя наконец-то большой достаточно сложный путь был преодолен с этой машиной от самого начала до самого конца по технике мы эту машину более-менее в порядок привели по крайней мере чего-то у нее критичного такого нет что она может сломаться встать и так далее здесь все проверено все ну назовем так обслужена по крайней мере по мере возможности ну и теперь дорогие друзья давайте финал по этой машине для чего я вообще проходил все вот эти вот процедуры зачем я легализовывал ставил на себя на учет все-таки можно было и так перепродать без своего учета опять написать дкп через дкп и уже следующий владелец бы заморачивался как-то то есть если бы я ее изначально брал на перекид просто подделать привести в более-менее божеское состояние по технике и продать я бы я скорее всего на себя на учет не ставил но ребята я как вы уже понимаете наверное я к чему подвожу решил эту машину разыграть и разыгрываться она будет совершенно бесплатно ничего покупать не нужно что нужно сделать для того чтобы принять участие в розыгрыше все максимально просто нужно нажать всего две кнопки а если вы уже подписаны на мой телеграм-канал то нажать только одну кнопку в общем переходите ко мне в телеграм-канал мутные базары и там будет закрепленным сообщением пост с розыгрышем вот этой машины нажимайте кнопку участвовать и все вы автоматически становитесь участником розыгрыша победителя у нас разумеется будет один его выберет бот через 14 дней после выхода сегодняшнего видео всем желаю удачи вот такой вот розыгрыш изначально я ее для этого по сути и брал у меня давно были мысли разыграть что-то бесплатно и друзья в конце такой вот небольшое послесловие так скажем для участников для будущих участников розыгрыша слушайте если у вас уже есть машина либо вы обеспеченный человек не участвуйте в розыгрыше пусть эта тачка достанется молодому пацану который возможно только получил права либо у него вообще не было никогда автомобиля но у него есть водительское удостоверение либо он только собирается получать водительское удостоверение ему бы нужна была какая-нибудь первая машина пусть участвуют в розыгрыше только молодые только пацанчики которые в этой машине смогут полазить своими руками изучить это отличное пособие то есть вот это автомобиль это отличное пособие по в принципе устройство машины и здесь на этой машине можно будет научиться всему как работает двигатель что такое коробка что такое масло электрика ну и тому подобное то есть тазы они учат жизни назовем так это такой вступительный урок до вступительный экзамен поэтому если у вас жизни так все хорошо вас есть деньги вам эта машина за 100 тысяч рублей не уперлась задницу не нажимайте в эту кнопку участвовать то есть я надеюсь что учили участвовать будут только действительно те кому она нужна и только те кто ее сможет как-то ну не знаю на ней ездить там она пригодится переходите в телегу подписывайтесь на мой телеграм-канал мутные базары и нажимайте кнопку участвую через 14 дней бот автоматически выберет победителя и соответственно об этом будет пост в телеграм-канале тачка вполне нормальная не стыдно и но мне за нее по крайней мере не стыдно вполне себе норм аппаратура я считаю до 100 тысяч рублей ну что-то лучше сейчас в наше время это 1000 долларов по сути купить сложно мне эта машина обошлась ну плюс минус ровно 100 тысяч рублей вот с покупкой и с вложениями минимальными которые я по технике сюда ну привнес так скажем еще там всякие мелкие резиночки там сальники ко мне едут это я уже снимать не буду за кадром поменяю но рутина там ничего такого то есть я ее еще подлатаю перед тем как отдавать победителям она будет еще подделано не думайте что я прям вот на таком этапе брошу ее но в целом чё сел поехал музыка есть печка работает климат работает поворотники свет все работает стопы ну и там подобное давайте ребят всех обнял надеюсь у этой машины будет участь как уволивая и как у кадиллака обе эти машины после розыгрыша попали к действительно людям которые хотели и они на них передвигаются теперь и на кадиллаке и на волю люди и вот ребята кто выиграл ну а я же пока буду думать чем себя занять что поснимать так как приключение с десяткой по сути кончились все ребят надолго не прощаюсь